Ну что, сегодня мы идем снова в Uniqlo. Надеюсь, что мы посмотрим вещи из зимней коллекции. Вот сразу у входа нас встречает такой манекен в куртке и в шляпе, в такой панаме, очень-очень модный, современный. Но должна вас огорчить. Во всяком случае, у нас вещей из зимней коллекции очень мало. Видимо, еще не завезли. Я надеюсь, что попозже подвезут, потому что вот в этом сезоне как бы везде какой-то такой дефицит с товаром. Ну, все-таки будем надеяться. Итак, вот появились новые вот эти вот худи. Мне очень не нравятся эти толстовки. Они из двух цветов. Стоят они 40 долларов. Вот этот цвет пыльные розы. Очень красивые. Преимущество их в том, вот нравятся они мне тем, что они внизу не собраны на резинку, а как бы у них прямой крой и сбоку два разреза, что как бы дает вообще возможность для... Много с ними, в общем, можно сделать вариаций. Я вам потом покажу, кстати. Вот эти вот юбки. Очень много вот этих юбок из сжатой ткани. Они были черные, красные в горох и разноцветные цветные, такие в цветы. Много было ее подплессированных. И вот эти юбки, по-моему, довольно нового фасона. Раньше я их не видела в Uniqlo. Такие на запах с пуговицами сбоку. Вот снова, значит, юбки и... На селе и юбки на, значит, из новой коллекции. Тоже есть такой цветок. Не совсем как бы зимний вариант, но, тем не менее, вот их продают как новую коллекцию. Симпатичные вот эти цвета. Очень мне понравился. Он такой ажурный вязкий. Он 130 долларов, недорогой. Вот снова вот эти жатые юбки. Только здесь она уже темная в темные цветы. Не знаю, я не думаю, что это прям уже такая зимняя-зимняя вещь. Но, видимо, у нас как бы это еще сезон осень, а не зима. Потому что в сентябре у нас еще довольно тепло. Поэтому, видимо, не завезли прямо еще таких прямо зимних вещей. Во всяком случае, пуховики. Я увидела только курточки короткие, а пальто еще нету. Во все еще, во все еще бушует сейл, клиренс, распродажа. Много было вещей. И вот из новой коллекции тоже очень-очень базовые такие юбки и блузки, которые, в общем, особо не отличаются тем, что продавали в прошлые годы. Но очень базовые такие, совсем простые. Их, конечно, можно сочетать с чем угодно, что удобно и хорошо. Вот я сняла вот эти пуховики, но они продают их каждый год или, по-моему, даже их летом продают, мне кажется. Ну и, в общем, вот общая панорама магазина. Такое, знаете, очень-очень базовые вещи, очень простые. Ничего особенно нового нету. А вот это вот такие, типа, домашние, знаете, кофты на замке. Они такие, как плюшевые мишки. Мне нравятся они разных цветов и очень-очень приятные на ощупь. Я бы даже, наверное, купила такую. И вот эти мне очень понравились, как бы, курточки из вельвета. По-моему, это тоже новая коллекция. И особенно мне понравился вот цвет пыльной розы. Вообще, этот цвет пыльной розы в Uniqlo очень такой, знаете, ну, хороший-хороший, красивый цвет, их можно много с чем сочетать. И платья-рубашки вот такие вот тоже простые, базовые. Это тоже новая коллекция. И там такие платья вафельные. Вот еще, значит, распродажа вовсю и много вещей на распродаже. Представляете, снимала я и снимала. И вдруг я обнаружила, что примерочные открыты. Какое счастье. Я не поверила своими глазами. Потому что примерочные закрыты почти везде, кроме вот Машин. Последний раз Winners, все вот, ну, масс-маркеты, ну, всех примерочные закрыты. Значит, я взяла кое-что. Кое-что из новой коллекции, кое-что из Клиренса. И будем с вами делать мерки, аутфиты. В общем, все, что мы любим, все как мы любим. Но сначала покажу вам аутфит у Зигей. Я, как всегда, еду с работы. Я, наверное, поэтому второе зеркало. Здесь лучше видно. Цветная юбка. А у меня еще сумочка красная сейчас. Вот так я сегодня выглядела на работе. Такой у меня был аутфит. Все, начнем примерки. Значит, первый аутфит я решила составить из вот этой черной, сжатой юбки. Я вам вам показывала, что они там были черного цвета. Были такие красные в сине горошки. Всякие были разноцветные, разных цветов. Я решила взять с собой черную. Мне кажется, что она выглядит дороже, чем цветные. Хотя мне понравилась красная в сине горошек. Вы знаете, какие я люблю горошек. Но вот решила я попробовать поверить с ней. Потому что, вы знаете, что она выглядит очень хорошо. Она не выглядит дешево. Она выглядит довольно так... Ну, я бы сказала даже... Как будто бы это дорогая юбка. Не знаю, может мне так кажется. И примерила я с... Вот у них сейчас много таких отвязанных всяких свитеров с коротким рукавом. Это как бы лето, осень. Они, кстати, на сейве. Они, по-моему, по 20 долларов. Ну, это очень простой образ. Просто юбка с кухой, что называется. Но... Не-то просто, да. Потому что это черная юбка. С ней подойдет все, что угодно. Еще один вариант аутфита. Та же самая юбка. Я померила ее вот с этой вот толстовкой. Они довольно большие. Ну, она могла быть и больше. Я могла взять снова, потому что она такая не очень объемная. В принципе, она должна быть очень объемная. И вот с этой юбкой тоже выглядит совсем неплохо. При том, что там были такого цвета и были еще такого ментолового цвета. Ну, здесь, конечно, нужно какие-то ботинки или кроссовки. Не лодочки, а каблуки. Просто я в чем стою. Правда, мне нравится эта юбка. Но я, конечно, она стоит 50 долларов. Я не буду ее сейчас покупать. Я подожду пока она будет на сейле. И, возможно, вот именно в черном цвете. Как-то мне она понравилась. И толстовка тоже. Она стоит 40. Юбка, кстати, размер medium. А толстовка extra small. И она стоит 40. Я тоже, наверное, подожду немножечко, пока они станут подешевле. Ну, как-то за толстовку 40 баксов. Мне кажется, немного. Ну, посмотрим. И размер она побольше, как называется small. Потому что вот тут, вот здесь она мне нормально, а вот тут она, конечно, могла быть и пошире. Еще один outfit я оставила в ту же толстовку и примерила к ней. Эта юбка на сейле. Она вот такими, видите, она по цвету совпадает. У нее такой сиреневый. Здесь такие синие и сиреневые цветочки. И она очень-очень-очень совпадает, подходит к этой толстовке. Обувь, конечно, не в тему совсем. Она, по-моему, сейчас на сейле. Это юбка за... За 19.99, за 20 долларов. Или даже за 13. Я точно не понимаю. Ну, вот, конечно, тоже не представьте, что во мне белые кроссовки или ботинки какие-то. Ну, вот так. Ну, смотреть безумно. Потому что совсем-совсем не в тему. Все еще карманы. Во всем еще карманы. А карманов нет. Нет, есть! Нашла! Стали есть карманы. Я знаю, что Винни-Клон очень много вещей из карманов, поэтому я как бы их искала. Кстати, за счет того, что толстовка... Она как-то здесь разрезана по бокам, и у нее как-то зад длиннее, чем перед. Ее можно вот так спереди заправить, сзади оставить. По-моему, юбку надела заду наперед, потому что у меня карманы как-то туда смотрят, да? Они, в принципе, должны быть в эти стороны. А может, и нет, не знаю. Ну, в общем, вот, за счет того, что эта толстовка, она как-то разрезана на две части, у нее... Это очень удобно. Ее можно спереди заправить, а сзади оставить вот так на уху. Сейчас очень кежуал, очень модно, очень современно. И юбка такая деревенская, свала, длинная. Не смотрим на углы, не смотрим, не слабим, не показываем. Еще я принесла вот такой вот свитер, тоже как бы такой летний-осенний, ну, на раннюю осень, на позднее лето, скажем, да? Он, видите, он достаточно длинный, размер medium, можно было и меньше, но меньше не было. Я тоже померила с этой юбкой. Тоже, знаете, здесь есть такой немножко синенький и свитер такой голубой. Здесь у него что-то голубое. В принципе, ее можно полностью заправить. Нравится мне этот свитер, он сейчас тоже за 20 долларов на селе, кстати. Смотрите. Все его выпустите, он выглядит вот так. Ну, так обычно, так не красиво. Смотрите, как еще можно. Я снова надела эту черную юбку и вот этот же голубой свитер. И сверху надела еще такое вот жакетик-пальто. И оно получилось так, более собрано как-то так. Они тоже сейчас на селе, карман зашат. Тоже, по-моему, по 20 долларов эти жакеты. Ну, неплохо, по-моему. Так, юбка, она немножко оттеняет голубой цвет. И вот здесь голубой, здесь голубой. Немножко разного оттенка. Конечно, мне не хватает пояса. Не ругайте. Люблю я пояса, мне нельзя ни с собой пояс. Я бы, конечно, уже подпоясала это все, безусловно. Кстати, я подумала, вирку, в которую я пришла сегодня, мне вот не хватало в ней. Я когда одевалась утром, я искала какой-то такого цвета, вот под цвет вот этой клетки. Под цвет этой клетки. Я искала какой-то топ. И у меня ничего такого нету. А вот эта вот очень подходит по цвету. Конечно, он не великоват. Если я найду размер смол, я очень... Кудру себе размер смол. Видите, как она подходит? Мне кажется, очень подходит. И как раз тогда вот красная сумка на этом голубом упьем. Все так в том, мэчи-мэчи. Я знаю, это не модно сейчас, но мне нравится. Добавила вот этот жакет сверху. О, опять я карман еще. Уже тыкалась в него. Уже знаешь, что он зашит. И опять пытаюсь. Вот опять же с красной сумкой. По-моему, неплохо все вместе. Вот это вот голубое, такое-сякое. И вот такой вот. Вот здесь у меня карман не зашит. Мои ёлки. Так, я принесла вторую порцию одежды, потому что здесь больше расти нельзя. Я взяла еще вот такой вот кардиган. Он, по-моему, сейчас по 13 долларов на сейле. Они из разных цветов. Может быть, он больше подходит к этой юбке? Это не совсем такой же голубой, как тут. Тут прям голубой-голубой точно, как эта юбка. А вот этот немножко другой оттенок. Но, в принципе, тоже неплохо. Он такой больше цвет морской волны. Я не знаю, как у меня лучше взять. Мне тут тоже нравится. Скажите мне, девочки, напишите, какой лучше это. То голубой или вот этот? Вот, вот, вот. На самом деле, та блузка, в которой пришла зеленая, мне на ней очень нравится. Я просто надела, просто я ничего не нашла, с чем надеть. И решила, что ладно. Пускай будет там. А, в принципе, вот голубой сюда лучше. Потому что вообще красный с голубым очень красивый. Здесь еще и присутствует зеленый. Поэтому я надела зеленую блузку. Но красный и голубой цвет очень люблю сочетание. Они еще и высоты черной юбкой тоже неплохо. Вот, две вещи однотонные. Красиво выглядят. Я ей так, знаете, резинкой для волос зацепила. Но вы знаете этот трюк. Когда вы берете вещи, резинку для волос надеваете вот сюда, вот так заправляете. Я сейчас вам покажу. Вот так видите. Так. Опа. Кстати, красная сумка тоже совсем неплохо сюда. Вот. Когда красные туфли, красная сумка две акцентные вещи. Супер. Мне нравится. Ну, в принципе, кардиган он такой вот обычный. Такой не длинный, не короткий. Вот. Очень мне понравилось это платье. Просто очень. Я его еще смотрела на него, когда в прошлый раз приходила. И она еще была не носила. Она стоила 50 долларов. Сейчас она стоит 29. Это 63% район, 37 лен. То есть у него очень-очень хороший состав. Красивый цвет. Вот. Хорошая длина. Вот у меня есть пояс. Я могла его повязывать. Ступила. Ну, ладно. Красивая платья. Правда? Мне она очень нравится. Я наверное куплю. Красивый цвет. Такой кирпичный. Симпатичный. Я, кстати, его без пояса можно. Я вам сейчас развяжу и покажу, что без пояса оно тоже очень неплохо выглядит. Такой, знаете, просто трапецией. Сейчас уберу завязку, чтобы они не мешали. Не портили картину. Ах, не убирайте. Ну ладно. Ну, в общем, вы поняли, да? Оно даже без пояса, мне кажется, выглядит лучше. Это размер смол. Не помню, говорила я или нет. Хотела взять экстра смол, а потом подумала нет. Это слишком хорошего осипемления. Я нашла очень красивое платье. Оно немножко светит. У меня черная банка. Пожалуйста, не обращайте внимания. Я не подумала, что надеваю. Оно такое интересное. Оно было одно. И оно стоит 50 долларов. Но, если честно, оно было одно. Может быть, оно и на селе, может и нет. Смотрите, как оно интересно сделано. Вот здесь вот. Это какая-то коллаборация. Смотрите, как оно здесь отрезано. Здесь вот такие вот клеения какие-то. В стороны довольно длинные. Карманов в нем нет. Я раз проверяла. Слушайте, оно такое красивое, необычное. Это какая-то коллаборация. Я вам потом покажу этикетку. Ну, еще раз прошу меня простить. Вот за это вот. На старуху бывает пару. Она так красиво сидит. Очень красиво. Красиво. Смотрите, это... Вот так оно выглядит. Этикетка. Вот так выглядит эта этикетка. И, конечно, какая-то коллаборация, безусловно. Размер всему. Смотрите, вот как оно выглядит сзади. Может, она не была непонятна. Смотрите, как интересно. Очень известная ткань. Такая интересная. Смотрите, видится. Такая рыбочка. Отличное платье. Кстати, посмотрим состав. У меня даже стол не забыл. Район, милон, полиэстер. Да. Вот состав подкачал. Ну. И все в коту маслице. Кстати, хочу вам показать. Если вы помните, в прошлый раз, когда мы здесь примерялись, здесь вот над вешалкой висел такой мешочек одноразовый полиэтиленовый. И вот была инструкция, что если вы что-то примеряете, чтобы не перемазать вещи своим мейкапом, косметикой, то его нужно надеть на голову и потом уже мерить вещи. Я еще так бы сказала, что это был февраль месяц, по-моему, самое начало пандемии. И я так бы сказала, что я бы не рискнула, честно говоря, надевать этот мешок, потому что неизвестно, кто его надевал до меня. Надевал ли им. То есть он выглядит как новый, но на самом деле, да, обучаться его убрали. В избежание, так сказать, неприятностей, наверное. Все, девочки и мальчики, возможно, все я померила, все вам показала, все вам рассказала. Я надеюсь, что вам понравилось, надеюсь, что вам было интересно. Обязательно подписывайтесь на мой канал, обязательно ставьте мне лайки, обязательно пишите мне ваши комментарии, что вам понравилось, что вам нет, чтобы вы хотели посмотреть, какие магазины еще. И очень скоро увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока. Люблю целую бабу.